Привет! Сегодня мы научимся делать ролики прямо в ТикТоке. Для этого черный жирный плюс внизу на главной странице. Нажимаем. Вверху мы можем добавить музыку. Во вкладке интересные все тренды, новинки. Есть музыка по жанрам. Можете самостоятельно выбрать трек отсюда или перейти во вкладку избранные. Это мои сохраненные треки, когда я просматриваю какое-то видео и могу его сохранить от других блогер. Можно сразу начать запись нажав красный круг или выбрать таймер. И выбрать первый кусочек, который вы будете снимать. Он может составлять одну секунду, меньше. Здесь нам важно, чтобы наши переходы менялись на бит. Мы слушаем музыку. И снимаем таким образом первый кадр. После этого мы можем его просмотреть. Далее возвращаясь на экран съемки. И здесь мы можем выбрать либо переснять этот кадр, либо оставить и снимать дальше. Я буду переснимать, нажимаю стрелочку назад и удалить последний клип. Теперь продолжаю повторять те же самые действия. Выделяю определенный отрезок времени двухсекундный. И потом нажимаю начать отчет для съемки. Переснимаю, кадр меня устраивает. И далее я переодеваюсь и делаю то же самое. То есть я иду в наш таймер, устанавливаю опять определенный отрезок времени уже из оставшейся мелодии. Вот таким образом. И доснимаю следующий кусочек. Теперь у меня есть возможность просмотреть два кадра. То же самое, если они вдруг не клеятся, удалить. Здесь важно при переходах совмещать вот эти движения, чтобы движение рукой в первом кадре было в тот же момент времени и продолжением этого движения во втором кадре. Чтобы они не накладывались, не образовывалось таких вот затыков. И это очень важно. Вот здесь у меня хорошо получилось, поэтому я сейчас буду снимать третий. Самая главная сложность здесь, это совместить переходы на предыдущем кадре и на следующем кадре. Попасть именно в то время, тем же движением, сделать так, чтобы это было продолжением движения. И то, что мы делаем на монтаже, в нашей монтажке, мы можем подвинуть, подрезать, склеить. Здесь мы этого сделать не можем, и поэтому нужно все делать идеально при съемке. И вот в этом примере я как раз хотела продемонстрировать важность перехода. Вот это переход со спортивной кофты на футболку, вот он. И он получился не очень ровный, не очень гладкий, поэтому такое мы, ну я решила, по крайней мере, переснять. Тут уже ваше решение, только ваше решение. Но мне хочется, конечно, чтобы было максимально реалистично. Я то же самое делаю, отмеряю секунды. И хотела бы здесь обратить внимание, что если 3 секунды таймера вам не хватает, мы можем поставить 10 секунд. И вот он, следующий кадр, он уже получился идеально, мне тут все нравится. Давайте посмотрим вместе и продолжим. Теперь такой переход со срыванием футболки. Это делается таким образом, что мы прикладываем футболку и просто ее выкидываем. В целом, принцип я показала. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на тикток, напишите ваши комментарии. Спасибо за лайки, всем пока.